4 апреля в Молодежном центре Дворца культуры «Спартак» отделом по делам молодежи была организована встреча представителей Министерства молодежи Республики и общественных движений города с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе школ, где гостям был презентован духовно-просветительский проект «Мирный Дагестан», реализующийся в рамках приоритетного проекта развития республики. В самом начале семинара Аиша Татаева подчеркнула, для чего ведется вся работа среди подрастающего поколения. Мы все с вами, присутствующие здесь, работаем для молодежи, работаем ради молодежи, для того, чтобы воспитать сегодня молодежь в направлении, значит, духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, воспитать личность. Участие на данной встрече приняли уполномоченный представитель Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Шамиль Абдулгаджиев. Представитель Ассоциации Патриоты презентовал проект «Мирный Дагестан», в котором были затронуты проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи в современном обществе. Он представил слайды на тему уникальной природы края. У нас в Дагестане есть территория, то есть 50,30 тысяч квадратных метров. На этой территории проживают более трех миллионов человек. Также у нас есть такие места, допустим, приютный феномен Бархан-Саракум, 260 метров над уровнем моря, самый высокий Бархан-Евразия. Также в Дагестане есть, допустим, каньон, который по глубине превышает знаменитый Колорадский каньон. Наш каньон называется Сулакский. Уникальное место, красивейшее место. Все знают, кто приезжает в Дагестан, посещает эти места, фотографируется, как бы он распространялся по всему миру уже. У нас есть озеро Казино. Частично оно находится на территории Чеченской республики, частично на территории. Самое высокое озеро на Северном поле. Шамиль Абдулгаджи в беседе с присутствующими отметил об основной цели представленных проектов в молодежной среде. Подчеркнув, что любая инициатива со стороны молодежи, все возможные идеи государством только приветствуются. Исходя из этого, есть определенная выработанная дорожная карта Министерства молодежи и ассоциации, где мы могли бы получить определенные знания, показать себя, показать свои навыки. Любую идею на сегодняшний день для молодежи, они могут платить ее в жизни. Для этого даже в нашем правительственном стуле Российской Федерации выделены определенные гранты на реализацию этих проектов. То есть, любая наша идея – это считать, что проект. В заключении встречи участниками было отмечено о том, насколько полезная информация в проекте для молодежи. Затронуты многие проблемы современности и, что самое важное, пути их решения.